Твойнефтекамск.рф Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений Барахока. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф Совещание проходило напряженно. Как оказалось, проблемы у дачников хватает. Отсюда и бурные эмоции, которые в ряде случаев даже звучали агрессивно. Самый первый вопрос, который интересовал всех, почему дачные участки оформляются в собственность без согласия председателей кооператива. Наша просьба и требование, чтобы без нашего согласия ни окно, ни один документ такой не оформляли. Пока мы не дадим справку или заключение, что разрешается этому товарищу переоформить или даже подарить, без нашего согласия, чтобы такие вещи не делались. Я говорю, в течение года один участок три раза ворота. И мы не знаем, с кого это требовали. Оборону представители комиссии держали крепко. Законом определен перечень документов, согласно которому и происходит регистрация права. И в него не включена справка о том, что за владельцем участка числится какая-либо задолженность. Такой документ могут требовать только при первичной регистрации, а при купле-продаже нет. Дело в том, что перечень документов, как вот и сказал представитель Росрестора, определяется не нами. Это отрегулировано федеральным законом. Вы поймите, и никто... Законы принимает государство... Законы принимаются в Государственной Думе, подписываются президентом. Ни главы администрации города не все. Но, как бы ни было, наличие собственности предполагает не только права, но и обязанности. Дорогу общего пользования надо чистить, охране платить и так далее. В случае с членами кооператива все понятно. Они платят членские взносы, которые и тратятся на содержание общего имущества. Но участки продают и покупают, и никто не вправе обязать нового владельца вступить в кооператив или товарищество. По поводу тех граждан, которые к вам потом не подходят или еще что-то. Вот получается так, что если он от вас ушел, он уже собственность оформил землю. Следовательно, вы просто с него членские взносы берете за все остальное, но за минусом этой земли. Правильно? То есть он платит членские взносы в меньшем размере, чем остальные. Просто это за каким-то образом нужно... Вы прекрасно понимаете, но с каждым гражданином же, как вы говорите, тяжело просто с людьми работать. Проблема в этом. Проблема в том, что ему это объяснить нужно. Так ведь? Попросили садоводы помощи и в решении вопроса с недобросовестными дачниками, которые захватывают кусок соседнего участка. И здесь ответ один. Все вопросы определения границ земельных участков решаются в судебном порядке. Руководители садоводческих кооперативов, как оказалось, не до конца понимают, как ведется учет земли, за которую платится налог. Площадь кооператива государственного кадастра недвижимости изменится только в том случае, если гражданин прошел неживание. Если он определил точно свою... Здравствуйте, это так. Если он получил катастрофический паспорт с графическими данными. Только в том случае, площадь вашей кооператива меняется. Вопросы на комиссию так и сыпались, но, как выяснилось, все-таки суть встречи была несколько иной, чем оказалась на поверку. Вот такое заключение. Здесь указан адрес. Улица какая? Улица 11, участок 403. Западная сторона 420 квадратных метров. Вот туда-то, пожалуйста, впишите кадастровый номер, который у вас есть. Нам пока этого достаточно для того, чтобы оформить документы. Нам этого достаточно. Вот то, что мы просим у вас сейчас. Остальные вопросы, которые возникают, они будут учтены обязательно. Если соответствующие руководители, соответствующие специалисты слышали ваше замечание, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы их было намного меньше. Одно из более разумных предложений создать союз садоводов, чтобы решать вопросы сообща, поддержки не нашло. Поэтому проблемы так и остались лежать на плечах каждого председателя в отдельности. Есть проблемы, просто мы решаем, да, ревпалаты иногда, люди приобретают сад и огород, а потом они так же, их легко расстаются, не продают. А те, которые новые купили, они не подходят к нам. Проблемы, конечно, есть такие. Но мы летом, у меня все, которые работают, работников, с мая месяца до осени уходим по огородам и выясняем таких людей. Работаем в этом направлении. Конечно, тяжело бывает, но работаем. На многие вопросы ответы так и не прозвучали, но заместитель главы по вопросам строительства Равис Нураддинов пообещал, что озвученные проблемы без внимания не останутся. До следующего совещания их необходимо решить, чтобы не получилось негативной встречи, как сегодня. Гузель Миронова, Ильшат Исламов, информационная программа «Время новостей».